Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать про кольца, которыми пользуюсь, про кольцевание птиц. И в конце ролика представлю таблицу по размерам для птиц, таких как щур, снегирь, синица, щеглы. Часто этот вопрос возникает. Думаю, будет полезной информацией тем, кто не нашел ее. Я в такой коробочке храню их. Здесь они систематизированы. Так удобно. Вот это мои одни из первых колец. Я покупал их на Украине. Заказал через интернет. Здесь мои инициалы, МВ и номер. Первых гибридов своих щегла и канарейки я кольцевал. Это пластиковые кольца размер 3 мм. 3.0. Потом я другие кольца начал приобретать. Видовой состав увеличился. Вот я планировал разведение щуров. Для щуров брал кольца. Это алюминий. Цвет колец разный. Был по годам. Вот я начинал в 2014. В 2014 году разведение было с зелеными кольцами. Потом вроде синие, но я уже не помню, честно говоря. Вот эти кольца 4 мм. Они алюминиевые. Такие кольца подойдут и к листам. Но, к сожалению, пока с к листами у меня не получается разведение. Хотя я каждый год стараюсь и гибридов от них получить, и самих разводить. Эти кольца мне прислали друзья с заграницы. Вот эти кольца размером 3,5 мм. Эти 3,2 мм. Это тоже для к листов были присланы. И эта резиночка одевать на кольца, чтобы птица не видела цвета. И не реагировала на них как опасность. Чтобы не снимала с птенцов. А эта телесного цвета резиночка, она должна помочь. По крайней мере, за границей такими пользуются. Вот это кольца для синицы я брал. Тоже за границей заказывал. Красные на этот год, 2018. Размер 2,9 мм. Но, к сожалению, не получилось у меня в этом году разведение. Будем пробовать дальше. Кольца есть. Ничего страшного. Кольцу и этими кольцами, когда получится. Дальше я пользуюсь такими маркерными кольцами. Они, как наручники, соединяются. Есть замочек. И выглядят так же, как колечко. Но мне они, честно говоря, не очень нравятся. Они и открываются, бывают сами. И птица их может разобрать. Но это запасной вариант. Из имеющихся у меня. Они тоже разных цветов. Часть птиц я кольцевал, чтобы различать их. Вот такие колечки я покупал на Алиэкспресс. Они внутреннего диаметра 2,5 мм. Подойдут для М1, для различных мелких птиц. Красношапочный вьюрок. Если нужно увеличить объем диаметра внутреннего сечения, то можно взять сверло нужного диаметра и рассверлить их. Даже вручную можно. Друг так делает вручную. Мы пополам поделили кольца. И у него он так делает. Канареи кольцуют. Также можно его разрезать лезвием. Надеть на колпачок ручки. Оно расширится. Вставляешь лапку. И снимаешь аккуратно колпачок. Так применяют. Тоже разных цветов там море. Они дешевые. По-моему рублей 100 обошлась мне упаковка в тысячу колец. На всю жизнь хватит. Это флажок. Это палочка от флажка. В парке раздают часто рекламные акции. Ее тоже можно обрезать и кольцевать. Крупных птиц. Щура, клеста. Клеста вряд ли он разберет. А щуру может подойти. Также многие любители пользуются палочками от чупа-чупсов. Я, честно говоря, их сохранил, но ни разу не пользовался. Потому что и тех с Алиэкспресс хватает. На всякий случай лежат. Их можно использовать. Перемешать что-нибудь. Вот один из моих любимых вариантов. Это кембрики для поплавков. Я покупал в рыболовном магазине на рынке. Отрезаешь сколько тебе надо. Обычно 5 миллиметров я отрезаю. Мочишь их. И одеваешь спокойно. Они тоже разного есть диаметра. 3 миллиметра я купил себе. Одеваю на щеглов. Они нормально себя чувствуют. Это легкие колечки. Вот относительно тех колец. Они самые легкие. Значит, наиболее удобные для птиц. Меньше им мешают. Это все равно вес дополнительный. Вот такие кольца у меня есть. Такими пользуюсь. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Ставьте палец вверх. Подписываемся на канал. В конце видео будет картинка с кольцами, которые нужны для других птиц. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.